Приветствую дорогие подписчики и гости канала. Продолжаем проходить игру про Марио и Луиджи. Великая громовая духа. А, рука. Я великая громовая духа. Извините, рука. Нет, я великий лжец. Немного непонятно, что тут делать-то. А, может быть... Так. Пролезешь? Пролез. Придется Луиджику самому. Сегодня снова пришел в парк. Но погодка сегодня не такая жаркая, как вчера. Поэтому я в куртке. Зови меня Охо Джи. Но я не знаю почему. Действительно странные эти существа. Говорят странные вещи. Может его ударить? Нет. Не получается. Ну ладно. О! Ха-ха! Ух ты! Ты, тот, кто проник в дворец грома. Это тренировочные поля для немногих избранных. Не знаю, как ты нашел сюда путь. И как ты смог войти в это место. Но у меня нет дела с тобой. А у тебя нет со мной. Так что иди прочь. Я ничего не понял. Бабах. Теперь у меня есть сила грома. Я угадал? Ну да. Ну, видимо, проклятием. Кто спасмел прикасаться к великой грозовой руке? Что-то такое. Ах ты дурак, типа. И все же ты прикоснулся к великой искре громовой руки. Но все еще стоишь передо мной. Так что возможно, у тебя есть качества, которые нужны, чтобы овладеть гальванической техникой громовой руки. Хорошо. Я объясню тебе искусство громовой руки. Для начала нажми букву R, чтобы выбрать громовую силу. Удерживай. Блин, ты не мог не торопиться? Я не успел прочитать. В общем, удерживай, а потом отпусти кнопку. Удерживай. Только тогда ты выпустишь разряд грома и молнии. Возможно, тебе стоит разок попробовать. Сейчас попробуем. Так. Thunder, то есть гром. Лыжа освоил громовую руку. Очень хорошо. Мудро будет использовать эту технику, эту силу, когда рядом с накопителем энергии, электричества. Ты сделала это. Готово. Ты меня выпустил. Он что-то вроде злого джина из бутылки, что ли. тренируемся. Ничего не понял я, к чему это все было. нам пригодится, видимо. Смотрите-ка, вот синий шарик. Наверное, тут надо использовать эту силу. Бат, дверка открылась. Вот и хорошо. Я помню, где-то еще видела такой же синий шарик снизу. Вот, видимо, туда мы и направляемся. Интересно, а Марио тоже может? Нет, эта сила есть только у Луиджи. Можем поджарить товарища. просто обычно эти силы раздавались одновременно, да? И прыжок есть, и молот есть у обоих. А вот электричество досталось только Луиджи. Сегодня ветрено. Надеюсь на звуки от ролика это не сильно скажется в плохую сторону. Так, вот здесь я видел, да? Андар! Кажется, этого мало? Я наэлектризовал шарик, что дальше? Может ударить по нему? Не надо вот еще с этим что-то сделать. Силу огня наверное надо получить, я понял. это будет симметрично. Что ж такое там? Сегодня мой джойстик меня что-то подводит слегка. в общем этого недостаточно. Вероятно. Так, мы здесь уже были. Попробуем направо теперь пойти. справа тоже ничего. на это лицо оно не действует. я прохожу без прохождения, то есть нигде не читаю прохождение и конечно могу чего-то не знать. у меня такое ощущение что надо найти силу огня теперь. И сила грома будет у Луиджи а сила огня у Мария. Здесь мы были снова бить не буду. нет, видимо все-таки надо в эту пещеру заходить. Какая-то другая пещера походу. Да. Это дворец огня. это путь к громовому дворцу. Ну хорошо, видимо мы здесь найдем силу огня. Я устал. Ну ладно. Бывает. О, смотрите-ка похожая ситуация. Мы в такой уже были. Что ты сделаешь если встречишь большое огненное что-то там в комнате сверху. А? Что ты сделаешь? Я фиг знаю что он имеет ввиду. Но видимо скоро мы узнаем. Попробую Марио туда запрыгнуть. Да, ясно почему Марио пошел. Потому что он должен освоить технику огня. Я думаю. видите, все точно так же. Хочу с ним поразговаривать. Я это я. Это очень важная информация. Спасибо, что поделился. Добро пожаловать. Да, добро пожаловать. Добро пожаловать в огненный дворец. Я ждал тебя. Я ждал тебя много долгих лет. Не знаю, что последняя строчка означает. Извиняюсь. Ради тебя я продолжал ждать и ждать и ждать. Фактически в последнее время все, кто приходил сюда, были... А! Последний раз, как кто-то сюда приходил, с тех пор, прошло уже 3000 лет. Я вот удивляюсь, всего лишь ну... Неужели за 3000 лет никто не смог сюда добраться, да? Не так уж это было и сложно. О! Ожидание просто сжигает меня. Но хватит об этом. и так почему ты пришел? А? Ты это место это место силы? Это место это подожди-ка секунду. Что это вообще за место, кстати? и что я собирался сделать? Мне разрешено здесь находиться? А? Подожди-ка минуту. Где я? Кто я? Похоже, он последнюю память растерял. видимо, то, что у меня было не было гостей 3000 лет принесло какой-то ну дало какой-то эффект. Все кажется таким кажется все у меня вылетело из головы. Ха диди ха как смешно. Итак я думаю ты можешь делать то, что хочешь. тебя не буду останавливать. Спасибо за это выступление. о подожди я только что вспомнил. Это прославленный огненный дворец где мы учимся путям блистающей силы руки силы да да я вспоминаю я ждал тебя хочешь руку силы да хочешь освоить я я я руку силы известную как огненный ну давайте фаер бренд не так ли именно так 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 тебе не нужно мне говорить об этом твоя поза говорит за тебя я объясню тебе искусство огненной руки скажем так ну тут все просто то же самое по сути говорит он нажми р там все такое я даже не буду ну все то же самое да ты сможешь стрелять могучим взрывом огня возможно тебе стоит попробовать давайте попробуем марио освоил огненную руку не вижу проблем с твоим навыком если ты произведешь это действие рядом с чем-то огнеопасным ну с чем-то что можно зажечь у тебя не будет проблем конечно этот навык откроет новые пути в твоей жизни согласен так что удачи ну вот я даже знаю куда нам где нам его надо применить этот навык а как нам отсюда выйти наверное точно так же пошли братец так так Отлично, проход в какую-то трубу открылся. О как! Не понимаю, зачем все это было. А, можно вниз, а можно наверх, понятно. Интересно, а когда они получили силу дыхания под водой? Потому что они явно сейчас под водой. И что, им дышать не надо? Видимо, в каких-то из прошлых приключений они научились не нуждаться в воздухе. Как интересно. Тут, видимо, надо применить... Да, фандер. То есть, гром или молнию, грозу. Что-то этого не произошло. А, наверное, все-таки огонь. Они могут зажечь огонь под водой. А что вы сделали? А чего добились вы? Вон, даже врагам нужны скафандры. А наши приятели обходятся так. Ух ты, у меня появилась новая возможность. Кроме прыжка и молотка, появилась еще рука. Нам никто не объяснил, как ей пользоваться. Ну, ладно. Вот так. Попробуем и с ним так же сделать. Что, неправильно? Я же не знаю, как правильно. Вот так. Попробуем прыгнуть. Интересно, что прыгает он все равно довольно высоко, да? В смысле, что, по идее, вода должна была бы помешать ему так резво прыгать. Но он смог. Попробуем молотком. Ну, рука, вроде, сильнее бьет. Вот так у наших братьев теперь появились сверхъестественные способности. Они почти как супергерои. Они почти как супергерои. Так, вот они мы. Ну, у нас нет других вариантов, кроме как идти вниз, потом наверх, а потом либо вниз, либо вверх. Понятно. Чего, опять кто-то напал. Я даже не видел. Они просто сверху прыгают, видимо. А ну-ка, братки, можешь? Не, не можешь. Вот так себе. Ему этого еще недостаточно, потрясающе. Один готов. Ай. Да. Ух-ух. Попробуем. Ай. Рисовый трейд. Ай-рух. Тейдер. Сим 흑ов. Играет музыка. 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 Играет музыка.